Дорога-жизнь, судьба-машина, Подумай, всяк в неё садясь. Что ты оставишь ей на шинах? Всего лишь пыль, а может грязь? И прежде чем топить педаль, Пол уходящего былого, Запомни старую мораль, Мотор не создан для тупого. На Бога можно уповать, Но будь и сам всегда мужчиной, Поломки могут быть причиной Того, что нужно признавать. Лаборатория автомобильной диагностики Осуществляет выездную диагностику Европейских американских грузовиков и автобусов, Прицепов и полуприцепов, Холодильных установок. Добрый день, ребята! Ну и как всегда, едем смотреть Вольво и ФАЖ 2017 года. Нискорамник. Да, а что поделать? Нискорамник. Сейчас уже не до вот этих вот выборов, Ай там, КАМАЗ плохая машина и так далее и тому подобное. Нискорамники тоже имеют место быть. В общем-то, их берут под полуприцепы, которые занимаются перевозкой спецтехники. В том числе, как ни странно, берут и под обыкновенные низкорамные полуприцепы. Правда, складов у нас таких по пальцам пересчитать. В России и в основном за границей такие погрузки. Но, тем не менее, эти машины, в общем-то, покупают. Ну и так поехали. Ну что, Вольво и ФАЖ сегодня Евро пятая, низкорамник. Я их уже показывал из-под той же компании, что и прежде. Это международный перевозчик. С левой стороны стекло 2016 года водительское. Лобовое стекло ни разу не менялось. Видите, наклеечка еще. Нет, уже менялась. Восемнадцатый год. С правой стороны семнадцатый год. Вот такой вот набор из стекол. О, здесь еще и мусор остался. То есть машина как пришла с рейса, так она и есть. С мусором вместе. Ну что. Посмотрим, что здесь. Правый лючок не снимался. Следов повреждений и ремонта не имеет инструментальный лючок. С пассажирского места машина смотрится вот так. Да, стекло когда-то менялось лобовое. Пассажирское сидение целое, без дырок. Водительское сидение целое, тоже без дырок. Ну вот так это все выглядит. Опс. Аптечка лежит. Вот здесь ниша такая. Вот здесь ниша. Ну и здесь конечно документация. Книжечка умная по Вольво. Коробка i-Shift. Машина евро пятая. Сейчас поднимем кабину. Посмотрим, что там. Под капотом она выглядит вот так. Следов повреждений и ремонта нет. Ни справа, ни слева. Масляный щуп. В порядке. Масло без эмульсии. Машина нашей сборки. Вольво Восток. Антифриз уровень. В маслозаливной горловине эмульсии нет. Амортизаторы подкабинные. Справа цел. Слева тоже цел. Сейчас подниму кабину, посмотрю, что дальше. Оптика с правой стороны стоит оригинальная. С левой стороны тоже стоит оригинальная. Повреждений никаких нет. Левая водительская дверь. Петли навесы не снимались. Дверная рамка целая. Повреждений не имеет. Инструментальная ниша с левой стороны. Инструментальная ниша не демонтировалась. Домкрат, прицепное. Это, в принципе, инструмент, соответственно, огнетушитель. Все в комплекте. Знак аварийной остановки. Задняя часть кабины. С левой стороны в точечной сварке повреждений не имеет. С правой стороны задняя часть кабины в точечной сварке повреждений не имеет. От Блю уже здесь установлен бачок. Машина с двумя топливными баками. Так, что здесь интересного? Хомутики уже не родные стоят. Не ее. Амортизаторы задние под кабинные целые. Без повреждений. Рама повреждений не имеет. Переходной люк здесь покосанный здорово. Рама повреждений не имеет. Ну и здесь все цело. Пневмобаллоны стоят оригинальные. Вольво. Спереди, сзади. Фонарики тоже оригинальные. Резина. Глубина протектора значительная. Но здесь грязно. Но остаток достаточно приличный. Процентов, наверное, 45-50. С левой стороны. С правой стороны. Протектор такой же, как и с левой. Никакой разницы нет. Правая, передняя. Остаток очень большой. Процентов, наверное, 80. Тормозной диск. Но уже серьезно поношен. С правой стороны. В принципе, я бы его поменял. С левой стороны. Протектор. Ну, такой же. Процентов 80 остатка. И тормозной диск. Имеет меньше износ, чем с правой. Будет ремонт суппорта с правой стороны тормозного. Ну и смотрите. Судя по выхлопу, машина чернит. Посмотрим, с чем это связано потом. Вин номер хорошо читается. Последние цифры 18 902. Передний пневмо баллон с правой стороны Вольво. Оригинальный стоит. Такое ощущение, что колесико не так давно поставили. Старое место от грузика. А грузик вот прям новый. Еще не успел заржаветь, собственно. С левой стороны рулевые тяги стоят родные. Не менялись. Пневмо баллон оригинальный Вольво. И, в принципе, стоит все, как установлено заводом-изготовителем. Вот все-таки нет такого. Да, вот сборка наша, но нет такого, как на КамАЗе. Тут накручены какие-то там кабели электрические. То есть, тут на Вольво все уложено. Достаточно приятно и красиво. Двигатель с левой стороны подтеков не имеет. Клапанную крышку когда-то вскрывали. Клапана, наверное, регулировали. Генератор стоит родной. Бош. Ну и, в принципе, вмешательств каких-то таких не видно следов демонтажа. Коллектор выхлопной не вскрывался. И, в принципе, все цело. Подтеков никаких не вижу. Сверху он смотрится вот так, двигатель. Сверху подтеков не имеет. Турбокомпрессор целый, без масляных подтеков. Ну и, в общем-то, в интеркулере, в патрубках я тоже не вижу масляных разводов. С левой стороны лонжерон повреждений не имеет подкабинный. С правой стороны подкабинный лонжерон повреждений тоже не имеет. Все цело, все красиво. Нигде ничего не подтекает. Ну вот так вот все. Такое ощущение, что коробку снимали здесь. Или в дождик так не видно. Нет, по-моему, снимали. Идет дождь, ни черта не видно. Редуктор заднего моста не снимался. Нет, карданные гаечки целые не снимали. Нет, значит коробку все-таки не снимали. Все хорошо здесь. Реактивные тяги, штанги заднего моста целые. Но есть тут на Volvo проводка на вырос тоже. Как и на КАМАЗе. Ну, по сравнению с КАМАЗом совсем немного. Жгуты уложены еще от завода-изготовителя. И никаких вмешательств в пневмолинии и в жгуты не было. Усилитель бампера с правой стороны повреждений не имеет. Демонтажу здесь ничего не подвергалось. Все цело. Подтеков снизу никаких нет с правой стороны. Усилитель бампера с левой стороны повреждений и следов ремонта не имеет. Подтеков двигатель нет, не имеет с левой стороны. Фильтры оригинальные установлены. В общем-то все симпатично. Идет дождик. Все, конечно, в дожде. Не очень удачная погода, но что делать. С водительского кресла кабина смотрится вот так. В принципе все неплохо. Ну что, попробуем запустить двигатель. Так, Volvo. Здравствуй, Volvo. От Blue у нас полбака. И даже дизельное топливо есть. Пробег 534 601 километр. Нейтралка. Старт. Завелась с полоборота, что называется. Хорошо. Сейчас прогреем, посмотрим, что дальше. Подстаканник, видите, с подсветочкой, с красной. Симпатяшка. Ну, здесь вот для бутылки место. Традиционный холодильник. Слава богу, без протухших продуктов. Это хорошо. Ну и ящичек под продукты. Допустим. Допустим. Они не смогли обновить автопарк. Ну, большие перевозчики. В этом году они не смогли обновить автопарк. И они будут донашивать то, что уже практически доломали. И если на следующий год случится такая ситуация, что им повезет, и они выцепят где-нибудь КАМАЗы, от которых сейчас плюются, то сдадут они в продажу чисто автохлам. И дальше площадки будут этот автохлам продавать. Ну, у кого совесть есть, будут продавать так, как они зашли в таком виде. У кого совести нет, будут скручивать в половину, красить что-нибудь, полировать и впаривать за очень дорого. Вот. Поэтому рынок продаж сейчас в Москве практически встал. Полное отсутствие всякого наличия хорошего. То есть выбрать практически не сущего. Поэтому вот этот вариант с низкорамником, я понимаю, что это подспецифичный прицеп. Но, тем не менее, машина, в общем-то, неплохая. Тахограф. Смотрим. Автомобиль, да. Суточные данные не нужны. Происшествия не нужны. Превышение скорости не нужны. Технические данные, да. С УТС, да. Распечатка началась. Вот это да. Сейчас посмотрим, что она нам там написала. Итак, семнадцатый год. В 2017 год. Ноль километров пробега. 118 902 Вин. Машина семнадцатого года. 22.09.17 два километра. То есть начало эксплуатации 07-17 года. Начало эксплуатации у нее практически с середины семнадцатого года. вин ее дальше 29 07 18 698 километров 20 07 2019 261 709 километров 0 6 0 2 20 года 324 4939 километров 11 0 8 20 года 393 1298 километров винт пока ее без изменений 19 0 3 21 года 472 тысячи 486 километров но и в принципе в принципе больше ничего плохого здесь нет на самом деле вот и обратить внимание до пробеги практически ну где-то по 120 тысяч в год что хочу сказать машина стоит 5 800 с ндс не так давно эти машины стоили еще летом 5 700 то есть подорожали на 100 тысяч и я вам хочу сказать следующее что удешевление автомобилей не случится они будут только дорожать и вы еще не раз вспомните эти камазы 54 90 от которых плюетесь и не раз вспомните мазы особенно с мерседесовским двигателем я вам скажу точнее повторюсь что это наше будущее мазы и камазы что как бы вы не хотели вам придется на них ездить потому что с иномарками видеть что творится просто ну практически нечего выцепить один хлам на площадках и поэтому в общем то хотите вы этого или нет вам придется обучать водителей технической грамоте устройства автомобилей и в общем то водители будут ездить на этих машинах тот кто не хочет ездить на камазе 54 90 он не будет ездить на иномарке с такими запросами что называется растопырье в пальце поэтому рынок надо понимать куда это все идет и к чему это все придет в итоге так люфт смотрим люфта в рулевом колесе нет вообще слышно ремни попискивают немножко но машина работает ровно выхлоп не чернит в принципе все хорошо смотрим откроем вот так вот они сахунят но и по поводу спонения до автомобилей вообще вообще в картере давление газов быть не должно если машина сапунит тому есть ряд причин плохая работа турбокомпрессора неправильная работа топливных форсунок старое масло моторное неправильная работа пневматического компрессора ну и в общем-то потери компрессионных качеств да с цилиндропоршневой группы но это вот такой краткий перечень причин возможных спонения двигателя и не надо мне говорить что вольвы все спонят нет ребят не все я их вижу пачками и в общем-то некоторые работают нормально за которыми уход подлинный сапунение это как раз результат как правило длительных пробегов от т.о. до т.о. с дистанции 120-140 тысяч вот отсюда потом начинается вот это сапуни машина нагрелась расход 1 литр час в принципе двигатель работает ровно никаких нарушений изменений плохих нет смотрим как наращивается оборот и кладем ногу на педаль газа поехали подъем оборотов ровный 2150 свои выжимает машина нагрелась смотрим еще раз но все равно сапуни ну и так в принципе машина неплохо выглядит без каких-то косметических повреждений а так остаток сцепления 1250 остаток колодок в половину ну по резине вы видели на самом деле я уже говорил да машина подорожала на 100 тысяч если сравнивать с началом лета этого года такие варианты уже подорожали но тем не менее все-таки они пользуются популярностью ну и машина сапунила вы видели да недостаточно нагретый двигатель сапунила здорово чуть прогрелась сапунит меньше но сапунит в том числе как я уже сказал перечень вот таких неисправностей он разный которые влияют на сапуни ну а на сегодня все всего доброго спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...